Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова совсем недавно Одинцовская гимназия номер 7 отпраздновала свое 85-летие. И сегодня у нас в студии директор гимназии Ольга Евгеньевна Писарева и учитель истории Владимир Владимирович Кавганов. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, конечно же, поздравляем вас с такой знаковой датой, с юбилеем. Мне кажется, вы прямо одна из самых старейших школ Одинцовского округа, Ольга Евгеньевна. Это так? Не округа, а города, безусловно. Мы старше, чем наш любимый город Одинцово, потому что нам уже 85 лет. И школа образовалась тогда, когда не было еще даже города, а была только деревня Акишево. Это бывшая Акишевская школа. И начала она свою деятельность в здании. Оно сегодня находится в центре нашего города. Оно существует по-прежнему. Двухэтажное здание, принадлежащее Тресту, которое находится по правую руку от нашей администрации. Ученики гимназии знают, что это, собственно, их первый дом. Ну, так скажем, там учились, наверное, их бабушки, дедушки, прабабушки уже. Конечно, конечно. Все эти сведения собраны в нашем школьном музее, который насчитывает очень длительную историю. И все эти фотографии находятся в музее. А сегодня в музее руководит учитель истории Владимир Владимирович Кавганов. И занимается этой поисковой исследовательской работой по истории нашей школы. Но я так понимаю, что работа продолжается, да, Владимир Владимирович? Еще не все факты установлены. И хочется, наверное, совсем докопаться до истины. — Безусловно. Дело в том, что при подготовке к 85-летнему юбилею мы связались с четырьмя архивами, получили документы, ответы. К сожалению, некоторые материалы в годы Великой Отечественной войны, я имею в виду архивные материалы, сгорели. Поэтому, конечно, мы были рады тому, что ученики откликнулись и откликнулись бывшие выпускники, о которых мы, в принципе, еще как бы и не знали. Но теперь мы о них знаем. Они у нас были на юбилей, были приглашены на юбилей. У нас продолжается теперь с ними сотрудничество. И с учениками мы вышли на новый этап. Вот сейчас готовим научно-практическую конференцию по теме в поисках дня рождения в гимназии. — Все-таки что удалось найти? Ну, из вот прям такого интересного. Какую информацию удалось раскопать? — Материалы, архивные материалы, конечно, их надо показывать. Вот то, что есть. А дополнительно обучающиеся и их родители, выпускники, они передали, официально передали, как это положено, в фонды нашего музея фотографии. Те фотографии, которых у нас не было, по которым можно вести исследовательскую работу. — Ну, в общем, получается, что юбилейная дата, казалось бы, день рождения, каждый год приходит, но 85-й день рождения подтолкнул вас к тому, что нужно и расширять информацию об истории учебного заведения, да, и, наверное, как-то вот в этом направлении детей заинтересовать и привлечь к этому направлению. — Конечно, эта работа ведется, ведется она уже очень давно, и, может быть, даже и нисколько важен результат эта дата, потому что юбилейный он у нас целый год, 2019-й, потому что дата 1934, она есть, она существует. — И мы эту работу распланировали на целый год, уже буквально полгода назад был проведен опрос среди педагогов, среди родительского сообщества, и, конечно же, ребята участвовали в опросе. Они давали свои пожелания, каким бы вы хотели видеть юбилей, какое бы участие вы приняли бы в юбилее, что бы вы предложили бы на юбилей гимназии. Ну, а летом мы это все обрабатывали информацией, постарались удовлетворить все запросы, сделать так, чтобы этот праздник... — А какие были самые неожиданные предложения, Ольга Евгеньевна? Ну, наверняка были. — Ну, конечно, были, конечно, были запросы от детей построить бассейн в школе, к юбилею было бы неплохо, вот, сделать, может быть, парадоксальное, большее количество уроков, вот я даже всем удивилась. — Это ученики какого класса? — Это ученики начальной школы, сделать большее количество уроков, потому что нам тут интересно, и нам это приносит пользу. Вот такой был интересный момент. Ну, различные запросы. Люди предлагали, особенно родители, свои какие-то поделки для выставки работ, для того, чтобы показать, каким творчеством они занимаются. И поделки эти принесли, было очень интересно, мы все это, конечно, сохраним в нашем музее. Ну, и теперь юбилей, это же только как бы какая-то дата, которая отчитала, отчитала 85 лет, но после этой даты у нас отчет-то продолжается, у нас пошло новое пятилетие, мы уже готовы готовиться к следующему юбилею. — Какие планы строите и чем сегодня живет школа? — Конечно, гимназия сегодня — это известнейшее учреждение в нашем городе, она пользуется большой популярностью. В гимназии сегодня учатся 1068 детей, работает около 60 педагогов, среди них и преподаватели высшей квалификационной категории, почти все преподаватели имеют квалификационную категорию. — Кандидаты наук, у нас работает профессор, доктор наук, и, что самое интересное, он ведет уроки по географии, по учебнику, написанному им самим. И я думаю, что эта ситуация, она, наверное, достаточно редкая даже для вуза, не только для школы, когда автор учебника ведет предмет по своему собственному учебнику. Вот мы этим гордимся и надеемся, что результаты будут. Ребята из этого географического класса уже приняли участие в всероссийском географическом диктанте, побывали на конференции. Ну вот работа такая интересная у нас ведется. Гимназия — это не только географическое углубление, это еще шесть углублений — математическое, гуманитарное, филологическое. Конечно, лингвистическое углубление в нашей гимназии существует, и поэтому у нас уже два языка имеют все классы, начиная с седьмого класса. Есть такая возможность, есть учебники, есть преподаватели высокого качества. И, кроме того, у нас в гимназии достаточно развит спорт. И наши ученики, мы ими очень гордимся, это и победители соревнований по фигурному катанию, и волейбол, и по футболу, и по гимнастике. И разного уровня, начиная от муниципальных соревнований, заканчивая международным уровнем. Гордимся тем, что у нас учатся ребята, бронзовые призеры чемпионата по спортивной акробатике в Ванкувере. И вот такая спортивная составляющая достаточно большая в нашей школе. Они блестяще справляются и с уроками, и, соответственно, с спортивным. Безусловно, у них идет свой индивидуальный план, и результаты хорошие и в отношении спорта, и в отношении учебы. Но школа поддерживает таких ребят, и помогает, идет на встречу. Да, мы их любим, мы их просто любим, это наши звездочки. Владимир Владимирович, Вы сказали конференцию, расскажите более подробно, к чему сейчас готовитесь с ребятами. Значит, еще в подготовительный период, к 85-летию гимназии, естественно, что мы не оставили в покое наши международные проекты. Международное содружество молодежи, молодежь и референдум МИР. Летом и в октябре месяце мы обменивались делегациями, встречались с руководителями. Мы тоже работали над вопросом, как нам встретить юбилей и продолжить наше сотрудничество, наши подготовки к конференциям. Мы встречались с представителями отдела по делам молодежи заводского района Мингородсполкома. И, конечно, мы встречались с обучающимися 200-й школы города Минска и 153-й, где мы договорились обменяться такими видеопоздравлениями. Конечно, в октябре состоялся такой смотр-конкурс, какое из этих обращений можно будет показать как лучшее на юбилее. Но мы не оставили те видеообращения, которые мы получили. Они у нас используются в ходе видеотрансляции при входе в гимназию. А в плане подготовки к конференции, повторюсь, что обучающиеся получили возможность живого общения с людьми, которым уже за 80 лет, которые могут рассказать о том, какой была школа, гимназия. У нас еще акция прошла «Музей в чемодане». Это когда каждый классный коллектив отдельно собирал страницы тех обучающихся, которые сейчас обучаются. Их родителей, их бабушек, дедушек и так далее. Весь этот материал будет в ближайшее время систематизирован и представлен на научно-практической конференции. А все-таки много таких династий, которые с поколения в поколение, наверное, третье, четвертое уже, возможно, поколение подоспело. Конечно, таких династий много. И мы все в нашем музее собираем все эти материалы. И в учителя к нам приходят тоже представители таких династий. Например, Татьяна Владимировна Кокорина работает у нас. И она сама заканчивала нашу гимназию. И ее родители работали и заканчивали нашу гимназию. И у нас работает наша бывшая выпускница Ольга Владимировна Богданова. Является заместителем директора по воспитательной работе. Ну и когда мы, кстати, проводили опрос, что отметили учителя, чем вот интересна для них наша школа. Такую формулировку выдали интересную. В нашей гимназии сапожник с сапогами. Что это значит, объяснили? Объяснили это то, что дети учителей наших, они ведь тоже учатся в нашей гимназии. То есть вот наши педагоги, они и своих детей приводят в нашу школу. Наверное, это тоже показатель качества образования. Но можно сказать смело, наверное, что гимназия – это семья. Одна большая дружная семья, которая объединяет огромное количество людей, так или иначе связанных друг с другом. Я именно это и хотела сказать, что это семья, потому что мы даже это позиционируем, потому что в слове «семья» тоже есть цифра «7». И эта семья, она у нас, ну, на самом деле создается такая теплая дружественная атмосфера. И приходят и молодые педагоги в этом году, опять наши выпускницы, тоже молодой специалист. Это Александра Медведева пришла к нам. Но вот каждый год мы ждем возвращения наших выпускников в нашу гимназию. Но и на юбилей ведь самые, наверное, замечательные подарки были от наших выпускников. От Елены Кокориной, которая выступала в качестве певицы и показала свое творчество. Мы рады ее успехам. От Яриной Анфисы, это наша цирковая семья, действительно, тоже показала свое творчество. Мы всем благодарны. Ну и поздравления, Владимир Владимирович сказал, да, действительно было видеообращение из города Минска, белорусских школ. Но ведь и не только, потому что у нас было демонстрировалось и поздравление из Чешской Республики. И с прошлого года эти связи международные расширились. Теперь наши дети переписываются с чешскими ребятами, учителя входят в контакт. И мы получили поздравления и от Чешской школы из города Праги. Это тоже было очень интересно, это тоже было трогательно. В общем, на международной, получается, арене вы так все больше и больше выходите, выходите. И вовлекаете уже не только ближние зарубежья, но уже и дальние, уже Европа вполне себе осязаема. В прошлом году вы ездили в Чехию, смотрели и знакомились, как работает система образования этой страны. А в этот раз приехала делегация из Чехии. Да. Как они оценили вашу работу? Вы знаете, если сказать, что они были в восторге, наверное, может быть, даже это мало сказать. Потому что вот в октябре месяце чешская делегация посетила несколько образовательных учреждений. Это Лесногородская школа, это Зареченская школа и школа номер 17 с углубленным изучением отдельных предметов. И чехи были в восторге от того приема, которым оказали наши педагоги, наши директора и, конечно, наши ребята. Это были и встречи с кровами, это были и песни разученные на чешском. Они делились на нашей совместной конференции за круглым столом в школе номер 17. Своими впечатлениями никак не могли успокоиться, потому что их потрясло все. Ну, безусловно, наши необыкновенные образовательные учреждения, их архитектура, их оснабжение, их оборудование. Но в большей степени их, конечно, потрясло отношение. И я надеюсь, что в результате этих встреч появятся новые способы и возможности общения. Потому что педагоги из Праги проявляют к нашей системе образования неподдельный интерес. Это уже третья поездка их в Одинцовский округ. И более того, уже имелся результат. Например, в нашей гимназии после первой поездки завязались отношения в электронном формате между педагогами и ребятами. А вот последняя третья поездка в октябре месяце уже эта учительница, она специально приехала, чтобы встретиться с моей учительницей английского языка Натальей Александровной Шматовой. И встреча, которую год они ждали, наконец-таки состоялась на Одинцовской земле. Это было очень приятно. Предусматривают ли эти отношения обмен учениками? Будет ли в дальнейшем такая практика? Поедут ли, например, Одинцовские ребята в Прагу или из Чехии ребята приедут обучаться к нам? Конечно, это наша задача в будущем. И чешские ребята, и чешские педагоги выражают свою заинтересованность в том, что им организовали поездку именно сюда, именно с тем, чтобы обучаться, может быть, и проживать в семьях. А что касается наших ребят, то мы такую поездку со своими педагогами от нашей гимназии планируем уже в следующем году, наверное, где-то в феврале-апреле, где ребята поедут действительно знакомиться. Они будут смотреть не только достопримечательности Праги, они едут по образовательной программе. Они посмотрят школу, они посмотрят, как они оборудованы, познакомятся с детьми, посмотрят учебные планы, учебники и все остальное. Как вы считаете, что дают вот такие обмены и такие отношения? Я думаю, что это тот резонанс, с которым сопряжены обязательно вот эти вот формы общения. Потому что завязывается именно теплые, неформальные дружеские отношения. Людям хочется знать друг о друге, хочется знать, как живут в другой стране, хочется попробовать себя в другой какой-то ситуации. И это дружба, дружба та, к которой мы всегда стремимся. И, конечно, очень важно, когда дети имеют возможность расширить свой кругозор и увидеть, как живут в других, как учатся в других местах, и получить для себя тот непосредственный опыт, который им необходим. Ну, а мы у других образовательных систем, конечно, будем черпать самое нужное, самое полезное для нашей системы образования, чтобы притворить это где-то в жизни, реализовать это на уроках. Несмотря на то, что день рождения официально состоялся, юбилейный год, как вы сказали, продолжается, какие мероприятия еще пройдут в рамках этого? Ой, это мероприятие еще у нас продолжаются, конкурсы и фестивали продолжаются, и фестивали творчества, потому что остановить этот поток, его просто невозможно, вот так одним днем раз и закрыть все. Поэтому мы продолжаем и у себя и конкурс творческих работ для старшеклассников, и конкурс сочинений, и готовимся выпустить, я надеюсь, что это удастся, выпустить книгу, в которой собраны лучшие сочинения ребят, посвященные нашей гимназии номер семьи и истории. Материал уже собран, осталось только это сделать как-то, уже саму книгу издать. Далее, это, конечно, наши выставки и рисунков, потому что их настолько много, на стенды обычной нашей выставки не уместилось, поэтому сейчас выставка продолжается, и она буквально на стенах гимназии размещена теперь. Это тоже просто так не снять. Я еще могу сказать о необыкновенной коллекции, буквально произведении фотографического искусства. Это фотографии нашего представителя Совета родителей Капкова Николая Константиновича. Это выставка Одинцовская гимназия «Семь в лицах», где запечатлены самые лучшие моменты на протяжении нескольких лет. Эта выставка тоже продолжается, и можно посмотреть и посетить. То есть, нет, конечно же, мы не заканчиваем первым ноября, а продолжаем действовать дальше. Если возникнет желание среди зрителей, которые сегодня посмотрят нашу программу, возможно, в их семье кто-то учился в вашей школе, и есть какие-то материалы, которые бы они могли и хотят передать в вашу гимназию, в ваш музей. Возможно ли это, и как правильно это делается, Владимир Владимирович? Не просто возможно, это желательно и хотелось бы, и материал, конечно, он есть, а я представляю, какой еще может быть богатейший материал. Может быть, какой-то пластыцелый хранятся, фотоархивов, документов. Действительно согласен, потому что, скажем, далекие бывшие выпускники, они, может быть, где-то уже их дети в Москве, где-то еще, может быть, вообще в других городах, регионах России. А документы у них есть, которыми они готовы и рады поделиться. Поэтому мы, опять же, с радостью будем с такими людьми сотрудничать. А связаться с нами можно? Конечно же, и по телефонам, которые размещены на сайте гимназии. Ну, можно, наверное, в гимназию приехать. И в гимназию приехать, безусловно, можно. И все контакты размещены и в школьном портале, поэтому, пожалуйста, мы всем только рады, всегда в доступе, всегда открыты. И всегда очень любим вот это сотрудничество, когда показан интерес вот этот неформальный. Нам это очень интересно. И что касается материалов, я хотела сказать, что это не только ученические материалы, кто заканчивал школу. Вот у нас, и это очень хорошо, остались материалы, фотографии наших педагогов, которые когда-то работали в гимназии. Они передали свои материалы, все свои наработки за многие годы. Им очень много лет этим наработкам. Это очень трогательно смотреть газеты «Пионерская правда», когда вот эти вырезки, вот эти старые фото. Вот за это мы нашим бывшим педагогам очень благодарны. Они были самыми главными гостями на нашем празднике, наши педагоги-ветераны. И, конечно, мы вспомнили тех педагогов, которые ждали этого юбилея и готовились, но, к сожалению, они ушли от нас уже. И мы их вспомнили. И, наверное, тоже никогда не забудем. Их материалы остались в нашем школьном музее. Мы еще раз поздравляем вас с юбилеем, с днем рождения, процветания и новых проектов. Конечно. Вашей гимназии. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо.